Когда я собрался сделать активатор воды, то столкнулся с недостатком к объяснению. Разобраться с некоторыми удалось самому только через несколько лет. Живая вода, как утверждают, излечивает целый список болезней. Я перечислю только за свидетельствованные мной эффекты. Бездрожжевой хлеб на этой воде всходит в 2-3 раза быстрее. Всхожесть весенних посадок ускоряется, если поливать живой водой. Пить живую воду приятнее, чем неактивированную на вкус она мягче. Мертвая вода ощущается как бы с привкусом разбавленной соляной кислоты. Вода после электролиза стерильна, нет необходимости кипятить. Если поместить палец за усиницей, ссадиной или ожогом в мертвую воду, через секунд 30 боль отпускает, ребенок не даст соврать, гарантированно спасаемся каждый раз. Дважды я останавливал диарею, выпив глоток мертвой воды. Двух приемов по глотку бывает достаточно. Каких болезней я избежал, употребляя живую воду, мне неизвестно. Принцип работы. Активированную воду можно получить даже 12 вольтами от аккумулятора, но активировать придется много часов. Насколько я мог вычитать из открытых источников, эффект уничтожения бактерий начинается в вольт с 15-17. Но поскольку мы приложим потенциал в 220 вольт, то стерилизация должна быть гарантирована. В разделенную емкость с водой мы опустим два электрода. Для того, чтобы на одном был плюс, на другом минус, нужно поставить в разрыв одного провода диод. Подключаем 220 вольт, анионы налево, катионы направо. Через некоторое время получаем по-научному аналит и каталит, либо щелочную и кислотную, живую и мертвую, активированную и деактивированную воду. Живой водой поливаем, лечимся, пьем, мертвую держим на всякий случай. По эффекту активированная вода похожа на дождевую, но без спор зеленой водоросли и прочих примесей, которые она собирает при падении. Перед тем, как собрать активатор, нужно знать, что использовать. Воду можно брать водопроводную после тройной очистки, покупную или артезианскую. Покупаем в магазине квадратную полиэтиленовую емкость. Оптимальный объем 2,5-3 литра, чтобы на выходе получить 2 литра живой воды. В принципе, объем не ограничен. Диод берем любой на 220 вольт. Если его нет, то заходите в радиотовары и просите любой на 220 вольт, 1 ампер. Потребляемая мощность будет 25-100 ватт, поэтому запас по мощности будет большой. Цена диода несколько рублей. Там же в радиотоварах покупаем средней крупности крокодил. В качестве аноды, это слева, где будет живая вода, нужно взять пластину из нержавейки для увеличения площади соприкосновения. Лучше брать пищевую, но сгодится какая и есть. Если нет пластины, то можно проволоку из нержавейки или штырь. На электроде идет выделение водорода и нержавейка не вступает в реакцию. В качестве катода, там где мертвая вода, не выдержали никакие мне доступные металлы, поскольку на электроде идет выделение кислорода, а он окисляет все, отсюда и его название. И все эти окислы потом смешиваются с водой и она гарантированно становится вредной для организма. Это очень важный момент, катод должен быть угольный. Обманщики обычно выдают электролитическую реакцию с железом в виде хлопьев, выпадающих в осадок за эффективность активатора. Уголь тоже постепенно разрушается, но с водой не смешивается, а выпадает в осадок. Для этого подойдут угольные стержни, чем тверже, тем лучше. Купить можно в отделе сварки. Но самое идеальное, это купить пачку шунгита. Это тот же уголь, но очень твердый. Выбираем самый большой удлиненный кусочек, он и будет электродом для катода. Крупные оставляем, мелкие используем по назначению. В магазине тканей покупаем кусок обычного брезента. Сильно облегчит работу клеевой пистолет, степлер со скобами 4-6 мм. Первый вариант, который я сделал, был в банке. В нее помещают мешочек из брезента, наливают воды, один электрод в банку, другой в мешок. По окончании активации быстро достают мешочек с живой водой и переливают в другую емкость. Это есть в интернете, а покажу, как сделать хорошую рабочую модель с минимальными затратами. Берем емкость, делаем перегородку. Возьмем кусок картона или твердой бумаги. Вырезаем профиль перегородки. Подгоняем его под контур емкости. Когда это готово, берем необработанную доску шириной примерно сантиметр и рисуем на ней контур. Отступаем от внешнего контура и рисуем внутренний, через него пройдет электролиз. Выпиливаем. Подгоняем, обернув кусок брезента. Если неудачно, ровняем или выпиливаем снова с учетом ошибки. Небольшие неточности скрадет материал, залить щель можно клеевым пистолетом. Клей не токсичен. Внутренние отверстия лучше вырезать не сразу, а после подгонки. Обрезаем лишнее. Металлскоп в электролизе не участвует, но лучше их потом достать. Делим длину емкости на 4 и размещаем перегородку на 1 четверть. Мертвой воды будет в 4 раза меньше, поскольку практически она не нужна, и она будет кислотно-концентрированной. Шилом протыкаем с боков полиэтилен и вкручиваем маленькие 10-15 мм саморезы. Прижимаются они плотно, вода не протекает. Разрезав крышку от емкости, можно соорудить небольшую площадку. Я воспользовался другим материалом и тоже ее прикручиваем к перегородке. Вырежем небольшие углубления для слива воды, а еще лучше нагреть над газом и вытянуть в виде носика. Берем сетевой шнур, разделяем его на конце, прикручиваем к одному проводу диод по этой схеме, она же внизу по ссылке под видео, и подключаем анод к пластине. Замотаем соединение изолентой, а еще лучше натянуть кембрик. Если есть возможность соединения, лучше пропаять. Нержавеющую пластину желательно установить стационарно, чтобы она охватила всю ширину емкости, тогда эффективность активирования будет максимальной. Если это нержавеющий штырь или провод, тогда разместить под наклоном через всю ширину емкости. Места крепления снаружи лучше залить термоклеем, чтобы не прикоснуться случайно к оголенному проводу. Ко второму проводу прикручиваем крокодил. Теперь он будет держателем сменного электрода из шунгита. Все это добро прикрепляем к деревянной перегородке, чтобы провод был зафиксирован. Включаем в розетку, тестером меряем постоянное напряжение. На правом электроде, который катод, где будет мертвая вода и выделяться кислород, должно показывать плюс. На левом, где выделяется водород, где живая вода, соответственно минус. Я уверен, что кому-то придет еще более простой способ крепления перегородки или принцип разделения воды. Перегородки могут быть из разных материалов, я другие не пробовал. Итак, наливаем воды, опускаем шунгит в воду так, чтобы металл крокодила не касался воды. То же самое, если использовать угольный стержень. Включаем, смотрим. На пластине должны неспешно появляться пузырьки. Это выделяется в водород. На шунгите тоже пузырьки. Шунгита потихонечку будет осыпаться уголь. Реакция не должна быть сильной. Если она слишком активна, вода быстро разогревается и теряет прозрачность, то необходимо приподнять шунгит и только слегка коснуться воды. Не забываем отключаться от сети перед каждой манипуляцией. Следим за техникой безопасности, используем вне зоны доступа детей. Отдаем себе отчет, что это опасно для жизни. Ставим таймер на несколько минут. Время от времени проверяем. Вода, где шунгит, к концу обработки должна слегка нагреться и не должна стать мутной или грязной. Обработка в среднем длится от 15 до 30 минут. Время нужно определить экспериментально. Если забыть и оставить надолго, то вода потеряет вид и вкусовые свойства. В этом случае вылейте в воду, промойте внутреннюю поверхность и поставьте снова. В идеале она должна остаться чистой, возможно с небольшим выпадением осадка. Сливаем воду сразу в две банки. При таком сливе вода не перемешивается. Я поначалу мерил кислотность, гадал есть ли эффект, замерял мощность, по какой схеме подключать диоды, но по прошествии времени все эти вопросы отпали. Прополощите рот мертвой водой для дезинфекции и сразу поймете эффект мертвой воды и узнаете ее вкус. Если кислотность высокая, разбавьте в 2-3 раза. Выпейте пару глотков покупной воды, а затем живой и снова все станет понятно. Ионизированность воды в открытом виде довольно быстро сойдет на нет. Но все же кислотность у мертвой воды останется, а живая будет щелочная. Чтобы надольше сохранить эффект активированности, закройте банки. Эффект должен сохраняться несколько дней. Но зачем хранить долго, если проще сделать снова? Через месяц с другой на пластине образуется белый налет. Его нужно будет счистить, например, щеткой или тряпкой. Шунгит меняете по мере разрушения. Дерево служит годами, брезент, если не пережигать тоже. Теперь вы знаете основные принципы. Сделать активатор нет проблем, все стоит недорого, а если и поискать, то многое найдется и в хозяйстве.